Офигеть, просто, просто опять же белая текстурка. Ой, твою мать! Тихо, я не смогу убежать. Чёрт. Твою мать, я просрал свою детскую жизнь. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Юрей. И сегодня мы продолжаем опять же играть в My Summer Car и проходить эту игру с таким модом, как Super DLL. Так что давайте не будем даже медлить, сразу же начнём. Честно говоря, не помню, на чём мы там остановились, но точно помню, что у меня вроде как собран движок. Мы дожили до среды даже. Ой, блин. Вот это хреново. Сейчас ночь. Но, слава тебе, господи, я всё-таки нашёл выключатель. Не знаю, что сейчас делать. Интересно, а как вообще... Как вообще видно Super DLL ночью? То есть она светится или нет? Ну, кстати, по звукам, если честно, мне кажется, что Super DLL где-то вот прям, ну, очень близко. Ну, где-то вот примерно там. Не знаю, что сейчас будем делать. Давайте посмотрим, что у нас вообще с машиной. Блин, как же жутко. Ещё плюс ночь. Вот сейчас бы ещё было бы неплохо НЛО увидеть. Вот прям вообще было бы комбо. Кстати, да, я ещё хотел бы сказать. Это, конечно, не в тему, но всё же, так сказать, хочу немножко спойлернуть. У меня уже готовится видео по проверке мифов. Третья часть. И давайте я немножко даже спойлерну. Что я нашёл на прошлом стриме. И, конечно же, всё это, что вы сейчас увидите, я буду использовать в следующем видео. Так что, если вы не хотите это смотреть, не хотите себе спойлерить, то вы можете просто промотать вот на этот там коник. Вы слышали? Ехать долго. Ты что там смотреть? Мне кажется, все про это знают. Палай упал. Твой... Он только что тут лежал. Так, ладно, я думаю, вы уже насмотрелись. На самом деле, реально, это очень жутко. Я когда там сидел, я просто ничего не понимал. И, кстати, да, я бы ещё хотел сказать, что всё связанное с Пултергейстом очень-очень редкое. Потому что это почти никто не видел. Видосов на Ютубе про него нету. То есть Пултергейста я нашёл, можно сказать, впервые. Никто на меня его не находил. Ну как, его находили, ясен бень. Но только видеодоказательств не было ни у кого. У меня сейчас появились наконец-таки видеодоказательства тому, что там хоть что-то да происходит. Тоже тяжёлое дыхание. И Пултергейст. Я, кстати, даже раскрыл небольшой секрет, но его я расскажу уже в проверке мифов. Так что, ну, это же не проверка мифов у нас. У нас тут супер ДЛЛ. Нет, давайте всё-таки сохранимся. Мне как-то жутко, если честно. Надо попить просто немножечко. Я сейчас достаточно страшно, что я вот так вот буду ходить, бегать. И не замечу, что она ко мне подойдёт. Вроде как вечер. Нет, ещё не вечер. Ой, вечер, я хотел бы сказать, утро. Ну, нет, сейчас не утро. Давайте поспим. Может, нам как-то сон поможет. Сейчас мы проснёмся, наверное, где-нибудь под вечер. Ну, нет, вроде проснулись днём. Нет, сейчас день, всё нормально. Только вот я очень сильно хочу есть и очень сильно хочу пить. Давайте тогда попьём, поедим. Хоть чего-нибудь. Ё-моё. То есть, то пить. То ссать. Давайте сейчас напьёмся уже тогда. Суправа ДЛЛ у нас вроде как далеко. Не знаю вот только на сколько. Она сейчас где-то там. Но там есть озеро. Она примерно дойдёт сюда за минуты 3-4. Поэтому надо сейчас быстренько всё делать. Так, по-моему, я двигатель... Да, я уже двигатель собрал. Осталось собрать только подвеску. Ну, и всё остальное. Это будет достаточно долго. Трещоток у меня до сих пор нету. Поэтому сейчас придётся собирать всё очень медленно. Но главное не попадаться в руки Суправа ДЛЛ. Потому что, как вы знаете, у меня осталась последняя жизнь. Ну, судя по звукам, Суправа ДЛЛ уже приближается. Давайте сейчас былиненько тут всё закручу. Это получается. И надо будет сохраниться. Потому что я вот уже чувствую, что если я сейчас этого не сделаю, Суправа ДЛЛ меня очень легко и просто поймает. А я этого даже не замечу. Ну, где же ты? Падаль. Ладно, всё. Офиг, сохраняемся. А то сейчас ещё не смогу сохраниться. Она меня чисто захерачит. И да, кстати, надо будет от неё, наверное, ещё в этой серии побегать. Посмотреть, не потеряла ли она свой... Стоп. Суправа ДЛЛ прям очень близко. Не удивлюсь, если я сейчас прям её и увижу. Не, она вроде как ещё далековато. Но в то же время и близко. Но я успею что-нибудь поставить. Поэтому давайте работать с подвесочкой. Я вот не знаю, если честно, как точно понимать, где она находится. Я могу только примерно знать, где она находится. Вот сейчас она находится достаточно близко. Недалеко, в общем-то. Ну, а так я не могу просто вот так вот взять, типа, и сказать, что она, допустим, вот уже здесь. Вот там уже. То есть я пока что не могу это понять. Может быть, со временем я смогу это делать. Но сейчас пока что нет. Постоянно оглядываясь, не хочу. Ой, блин, твою ту мать. Меня испугала эта долбаная машина. Что-то я никого не вижу, если честно. Музыка близко, а никого нету. Или мне кажется. Ну, нет, прям, помехи уже очень близко. А никого нету. А нет, вон это падали. Офигеть. А, стоп, что я стою? Надо быстрее сохраняться. Какой не очень. Вот слышите просто эти помехи? Они пипец какие громкие. Вот только так, мне кажется, можно определить, насколько близко Супра ДЛЛ. Больше никаких средств, я так сказать, не знаю. А еще, кстати, я не помню. Я же, по-моему, вроде как ездила за бензином. Нет, за бензином я не ездил как раз таки. Вот это очень плохо. И Супра ДЛЛ у меня, кстати, опять появилась там же. Но я примерно теперь знаю, что у меня есть минуты 2-3. Так что можно еще спокойно заниматься сборкой с Атсумы. Не знаю, вот опять появляется вот это чувство чего-то непонятного. По идее, вот ты играешь в Ро, вроде как все спокойно. Но все равно есть какая-то музыка страшная. Где-то она вдалеке, а потом ты видишь какой-то белый силуэт. Это, знаете, вот не то, чтобы я боюсь Супра ДЛЛ. Я боюсь потерять свои жизни. И вот есть какое-то такое странное ощущение. Вот из-за этого какая-то паника наступает иногда. Вот как в прошлых сериях. Там, допустим, когда я с мопеда упал. Когда я на мопеде уехал от Супра ДЛЛ. Это вот, ну, достаточно страшно мне было тогда. Я думала, что все, вот я сейчас просру еще одну свою жизнь. И у меня останется последняя. И значит, уже можно скоро будет заканчивать прохождение. А так у меня сейчас еще есть хоть несколько каких-то попыток. А так, ну, я очень боюсь за свою жизнь. И я представляю, что будет, когда у меня останется последняя жизнь. Но тьфу, тьфу, не хочу, чтобы у меня осталась последняя жизнь. Всегда лучше иметь какие-то запасы. Не знаю, прохождение достаточно хардкорное Супра ДЛЛ. Но мне это нравится. Я не знаю почему. Это какой-то странный такой опыт, знаете. это вот что-то вот непонятное короче то есть это не просто прохождение игры это вот какой-то хардкор это вот какой-то хардкорте постоянно нужно что-то делать посматривать что-то вообще происходит где там находится супер дл чтобы просто не профукать этот момент я надеюсь когда я соберу эту сатсума я не разобьюсь на ней потому что вот это будет прямо обидно тем временем супа дл уже где-то равно совсем недалеко я ее слышу я думаю у меня еще минутки 23 есть что можно пока что особо не спешить все аккуратненько сейчас делать собирать потихонечку помаленечку так сказать вот так вот пружиночки ставить так ну вроде бы все где там супра интересно вот так вот можно как-то посмотреть и не видно ладно тогда пойдем сохранимся ой блин стенку резался и надо будет тоже собирать тогда подвесочку а там уже останется совсем немного не супра прям близко я походу и просто не заметил да кстати как вы могли заметить качество видео теперь немножко лучше чем тогда я вот нашел способ как это исправить метод до сих пор бардак на кухне но это не страшно давайте лучше пару банок сока выпьем немножко уберем голод вы еще собрать еще жажду можно прям вот так вот пить в натуре можно кстати это знаете она это можно и закончить пока что сборку машины я уже хотя бы собрал подвесочку можно побегать от супы это дело в прошлый раз только я не знаю куда делся а вот мопед так и давайте поднимемся на нем надо бы еще найти шлем черт не говорите что он провалился под карту потому что такое тоже может быть а ну кстати да поход он провалился под карту потому что я помню что его сюда не ложил когда поехали на встречу супри от нее немножечко покатаемся уже steam так сказать как обычно потому что это уже прям как какой-то баян у нас это уже каждую серию происходит промо как-то вот так все все работает поехали чем опять какой-то не особо шустры эту канавку бы проехать он на все хорошо где там у нас у проделала вообще находится я что-то не понимаю не слышал где-то примерно там а вот она это падла мне сделаешь а кстати я не знаю на первой передаче она меня сможет догнать или нет я вот как не прям навстречу поеду и вот так вот свернул не догонишь ты меня белая фигня офигеть просто послушайте какой-то громко но вот буквально на месте ходит кстати но как-то багается смотрите она как-то дергана все это делает а знаете она меня поход догоняет вот немножко ускоримся вот сейчас точно не догоняет надо бы куда-нибудь на горочку заехать хренеть еще так громко пипец как громко даже сказал так ну что нам не сделает тихо видишь блин чуть не заглох как вообще заглох чуть было не умер даже сказал он она идет падали вряд ли она мне что-то сделает потому что я на мопеде просто хочется посмотреть на супруг как она вообще выглядит про смотреть и смотреть рассмотреть как она что она вообще и как так сказать хоть и даже поближе подъедем а то мне как-то не жалко уже если честно но не вряд ли она что-то сделает ой блин вот это было близко кстати ну что ты не она мне вряд ли что-то сделает хотя стоп не они не все нормально музыка прям пипец какая громкая я думаю вы это можете услышать фигеть просто вот просто опять же белая текстурка мою мать тихо я не смогу убежать чуть у вас и просил свою детскую жизнь пожалуйста убивай где надо твою мать я идиот ну почему и не смотрел за дорогой чем я этой супра длл сдалась вообще она мне просто почему все так плохо я еще и подвесочку просрал ну просто посмотрите кстати какая она страшная просто опять же белая текстурка и очень близко почему-то все у меня просто опять же залагала и я дебил я хочу так сказать потому что ну последняя жизнь осталась я вообще как-то свои жизни своими жизнями рискую постоянно так что я думаю в следующей серии я так делать больше не буду потому что мы и я как обычно я решил поездить покататься так сказать отдохнуть супра длл и вот и пожалуйста отдохнул блин звуки реально страшные ладно на этом можно и закончить опять же всем спасибо за просмотр не знаю выйдет ли четвертая часть потому что у меня осталась последняя жизнь может быть во время съемок я сдохну хотя в любом случае четвертая часть должна быть не забудет ли вообще завершение этого прохождения я имею ввиду всем спасибо за просмотр всем удачи и пошла ты в жопу супра длл удачи